Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, милый человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Как уже представила Яниса Абашинс, у нас в студии, мы вот в конце года подводили итоги. В начале года говорим о том, что год грядущий нам сулит, и какие изменения. Наверное, ни одна отрасль без изменений не осталась. Может быть, так как вы в конце года с нами не общались, сейчас подведем, может быть, итоги за прошлый год, и поговорим, конечно, и о том, что нас ждет в 2020-м. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, номер телефона и номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1. Что про прошлый год можете сказать нам? Как он прошел, в общем, для отрасли? Ну, забыл уже прошлый год. Но если так более серьезно, то можно сказать так, что год был, я бы сказал, для страховой отрасли довольно хороший. То есть, я бы сказал, что продолжалась тенденция предыдущих лет, когда прирост был больше на стороне выплат, то есть больше выплачивалось убытков, но был и хороший прирост на стороне, скажем, доходов или премий, как в страховании это называется. То есть, прирост в среднем рынке будет, наверное, еще не посчитали, и окончательный прирост статистики еще нет. Но если смотреть на статистику 9 месяцев или 11 месяцев, то прирост будет, наверное, где-то от 6 до 8 процентов. То есть, я бы сказал, что это очень хороший прирост. Ну, если так, на статистику, если смотреть на другие вещи, то я бы сказал, что год был, ну, если что, можно отметить такую вещь, как самую большую в Прибалтике выплату по страхованию, возмещению и по страхованию имущества, то есть 38 миллионов, в прошлом году выплачивал за сгоревший склад на улице Московос, то есть такая вещь. Сколько там, какая сумма была? Ну, там сумма была 38 миллионов выплаты. 38 миллионов евро? Да. Страхуете свое имущество, хочется сказать. Бывает, но это юридическое лицо, конечно, это не физлицо, но все равно 38 миллионов – это довольно серьезная вещь. А в остальном, я бы сказал, год – хорошая, плодотворная работа, кое-какие изменения в законодательстве, кое-какие другие мелочи, но в целом, я бы сказал, такой хороший год развития, чисто и технологический, и по законодательству, и чисто статистический тоже. А вот если мы говорим действительно о каких-то тенденциях, ну, вот прирост страховой отрасли, да, он в основном, как вам кажется, связан с общими достаточно позитивными пока тенденциями в экономике, или все-таки вам кажется, или вы можете по статистике наблюдать, что физические лица стали более, не знаю, сознательными и понимают, что надо все-таки страховать имущество, потому что чаще всего мы говорим об обязательном страховании, например, автомобиля, тут отста, хочешь, не хочешь, ты обязан это сделать. Да, вот, может быть, какие-то другие сферы страхования, где люди понимают, что надо свое, кстати, имущество страховать, недвижимость, не только склады юридическими лицами, да, но и нужно позаботиться о своей квартире, у нас по большей части квартиры сейчас в собственности жильцов находятся, вот какие-то тенденции такие есть? Есть такие тенденции, я бы сказал, конечно, что, конечно, страхование не какой-то отдельный остров где-то в океане, но мы тоже связаны с общей экономикой, и если экономика растет, то и страховой рынок растет, если экономика падает, то страховой рынок тоже, наверное, с какой-то задержкой, но падает. Задержка чисто по специфике бизнеса, потому что договор подписывается, скажем, там, сегодня, а оплачивается, третья часть договора оплачивается, скажем, в сентябре, и может быть такое, что если у человека в сентябре плохо с деньгами, уже кризис на улице, тогда человек может и не оплатить свое страхование. То есть, страховка полностью, страховая отрасль, скажем, зависит от общих тенденций в экономике. Если экономика растет более-менее, то и страхование растет. Если экономика падает, то страхование тоже немножко с какой-то задержкой, но падает. То есть, если мы сейчас говорим в целом об экономике, то есть такая вещь, что чувствуется, что есть немножко такое, говорится, что экономика немножко охлаждается. То есть, нет больше этого прироста 4 плюс или 3 плюс процента, но будет в этом году где-то 2 плюс процента. И страхование тоже это чувствуется. Это чувствуется на давлении, давлениях, то есть, появляется больше давление на цены. То есть, и юридические лица, и физические лица, они больше, скажем, смотрят чисто на расценки страхований, сколько страхований стоит. То есть, такое есть. Но то, что сказать такое, что был бы какой-то на пороге, что мы находимся на пороге какого-то кризиса, я бы не сказал. Я думаю, что если эти плюс 2 процента мы сумеем удержать и не попадем в какой-то черный или коричневый, или какой-то там серый список, то все будет нормально. То есть, это одна часть. Вторая часть насчет того, что стали ли мы более сознательны. Но я бы сказал, тоже наша сознательность, как физических лиц, тоже идет, скажем, рук в руку с экономической, то есть, с нашим кошельком, я бы сказал. Да, с возможностями. Потому что страхование вряд ли входит в первую десятку приоритетов. Человек должен, не знаю, поесть, где-то спать. Коммунальные оплатить. Коммунальные оплатить и так далее. Если в конце что-то от этого остается, то, конечно, он заплатит за обязательную страховку, без которой, ну, никак, скажем, отста или какую-то другую. А потом, если уже что-то остается, он начинает думать о том, что, может быть, стоит подумать, не знаю, о имуществе или что-то подобном. Или страхование жизни детей или собственной для детей. То есть, ну, но насчет сознательности, я бы сказал, что постепенно мы немножко приближаемся, ну, скажем, там, учимся у старой Европы. Может быть, я чувствую так, что сознательность, насчет юридических лиц, там сознательность давно уже была, и они очень... Ну, там довольно понятно, это бизнес, бизнес надо защищать, там, плюс еще, если какой-то банковский кредит, то тоже там почти автоматом банки требуют, чтобы было страхование и так далее. Насчет физических лиц, это сознательность, сознательность еще очень много, как я сказал, идет в одном темпе с экономическими процессами. Если говорить, в общем, о том, что люди страхуют, я вот знаю, что, ну, для меня, честно говоря, было открытием, что, например, кто-то телефоны страхует новые, кто-то там, не знаю, смарт-часы страхует, ну, то есть, не знаю, кошек, хомячков, что вот такое самое, на ваш взгляд, ну, не то чтобы абсурдное, наверное, не хочется говорить, если люди принимают такое решение, для них это, наверное, важно, но такое вот самое то, что можно было бы не страховать, наверное, но люди принимают решение страховать. И можно ли все, что угодно застраховать? Ой, все, что угодно, вряд ли можно, но довольно много вещей можно, особенно, скажем, если человек готов за это дело заплатить хорошие деньги и, может быть, получить какой-то лондонский полис страхования, то там довольно интересные вещи можно застраховать. Но если говорить о таком более консервативном рынке, как латвийский рынок, где трудно, скажем, один палец застраховать или что-то другое, то я бы сказал, что тенденции последних лет таковы, что люди начали довольно серьезно воспринимать страхование домашних животных. Насчет хомячков, ну, вряд ли, не знаю, но, может быть, есть какой-то особый хомяк, который надо страховать, который очень дорогой, и медицинские услуги дорогие. Но насчет кошек и собак, ну, там, конечно, это довольно серьезная вещь. Мы все понимаем, у которых дома кошка или собака, что там государственной медицины нет вообще. То есть, если какие-то медицинские услуги нужны, то это в самой своего кармана и все оплачиваем. То есть, в последние годы пять, я бы сказал, вот домашние животные стали как бы, ну, это как бы новая линия страхования. Маленькая, конечно, но если смотреть на такие более, скажем, продвинутые или какие-то вот такие интересные, то, наверное, это кошки и собаки. Но их страхуют на случай, например, болезни. Нет такого, что если там украдут? Это медицинские услуги, да. То есть, если надо идти к ветеринару, и мы знаем, что один визит, визит к ветеринару, и там что-то еще немножко, лекарства или что, сразу 80-100 евро в конце получается. Ну, мы знаем, что это дорогое удовольствие. То есть, да. Ну, это, можно сказать, да, такая вещь, которая в последние годы идет с нарастанием. Ну, это может быть какие-то экзотические, там, не знаю, есть там попугаи довольно дорогие, если зайти вот в зоомагазин, там 2000 евро и так далее. Но насчет попугаев не знают, но насчет кошек и собак точно знают. Классически. Председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств, а также президент Латвийской ассоциации страховщиков Яниса Абашинсу на студии. Звоните, задавайте вопросы, если такие у вас есть. А если про людей говорить и их здоровье, вот несколько лет назад, например, было, я знаю, что достаточно сложно, если ты не в какой-то компании, то вот так вот для себя купить вот так вот страховку ты не можешь. Если я, например, знаю, что у меня там хочу обследование проходить, не знаю, заплатить там несколько сотен, но я знаю, что у меня это окупится. Я сама как частное лицо. Могу это сделать или это все-таки… Можете, можете сделать как частное лицо, но до сих пор рынок по большому счету не изменился. То есть 99% страхования и здоровья – это покупки работодателей. То есть работодатель фирме покупает для своих сотрудников как мотивационный пакет. Есть, я бы сказал, ну вот этот, грубо говоря, 1% физические лица, которые для себя страхование и здоровье покупают. Окупится или нет – это хороший вопрос, потому что страхование – такая вещь, которую, в принципе, мы покупаем на случай, если что-то случится. И есть у нас на рынке 3 или 4 компании, которые предлагают страхование и здоровье для частных лиц. И там, ну там немножко серьезнее. Если работодатель покупает страховку, то там, ну если там 10, 20, 50 сотрудников, там работает какая-то статистика и какой-то теория вероятности. А это выгодно вообще работодателю это делать? Законодательство как бы, ну, поощряет такое? Законодательство поощряет. Там, конечно, есть какой-то лимит. То есть работодатель может тратить на одного сотрудника без социального налога. В старом это было 300 латов, сейчас это, сколько получается, 426 евро, по-моему. Если больше этих 426 евро, и это на страхование жизни, страхование здоровья или страхование от несчастных случаев. Если работодатель тратит больше этих 426 евро, то это облагается социальным налогом. Но до этих 426 евро это социальным налогом не облагается. Ну, то есть, да, государство поощряет. Эта сумма 300 латов или 426 евро была такой уже 10 лет. Если мы смотрим, скажем, на инфляцию в отрасли медицины, то, конечно, инфляция там была намного серьезнее. И давно, может быть, надо было эту сумму немножко поменять. Но факт остается фактом, что поощрение со стороны государства существует. И эти 426 налогом, 26 евро налогом не облагается. А что это количество вообще застрахованных работодателями в плане по стране? Самое интересное то, что несмотря на то, что государство в последние года 2-3 вкладывает довольно серьезные деньги в здравоохранение, и мы думали, что, может быть, страхование здоровья немножко снизится, скажем так, пока это не чувствуется. То есть, наверное, эти 20 лет, когда государство мало вкладывало в здравоохранение, как бы оставило свой след, и, наверное, там еще 10 лет надо будет вкладывать, чтобы страхование здоровья немножко уменьшилось или не росло. Но в прошлом году это тоже было плюс 10% прирост. То есть, наверное, пока еще... Не доверяют. Ну, скажем, не то, что не доверяют, но, скажем так, это спад в государственной медицине был настолько глубокий, что пока еще, чтобы эту яму как-то засыпать, там еще несколько лет надо будет. То есть, пока на такое страхование здоровья как таково мы как бы это не чувствуем. Это пока еще очень хорошо растет. Да. Вот что касается, вы упомянули вот это упрощение, 426 евро. Чуть-чуть поясните нашим радиослушателям. Значит ли это, что если работодатель, условно говоря, покупает, ну, не знаю, работнику, условно говоря, за 426 евро или в год, то это такая уже полная страховка, хорошая, почти на все, если это так можно. Ну, 426 евро – это довольно хорошая страховка, да. Это, ну, такая, ну, я бы сказал, выше средней. И, конечно, это не страховка, которая стоит, там, не знаю, 3 тысячи или… А есть и такая в Латвии? Ну, в Латвии я такой на 3 тысячи не видел. Но если покупать такую международную, скажем так, страхование здоровья, которая действует там почти во всем мире, покрывает почти все, включая там серьезные операции, то такая страховка стоит порядка 3-4-5 тысяч в год. Но в Латвии такие полисы я не видел. Я видел, что страховка стоит там 800 евро. Есть такие? Такие есть, да. Такие есть. Вот такая, условно говоря, такая золотая, это почти все, да? Ну, это даже бриллиантовая, можно так сказать. Потому что 426 – это средняя и немножко выше. И, ну, я бы сказал, в среднем, наверное, работодатель почти вот эти 400 и тратит на одного сотрудника. Ну, скажем так. Там есть одна интересная вещь в том, что для государственных, государственных служащих и для тех, которые работают в муниципальных предприятиях, по закону, это цифры, эти 426 надо делить на половину. То есть там 212 или сколько там, 213 евро может, скажем, Рига Сатексма тратить на одного человека без налогообложения. То есть там сумма на половину меньше. И вот если смотреть на ту часть людей, которые получают вот такие полисы, либо он работает, там, не знаю, Рига Сатексма или там… Ну, в муниципальных предприятиях, допустим. … или в министерстве, то в этих полисах за 200 евро, там почти, там очень мало что осталось. Потому что если смотреть, если сравнивать вот этот полис, который этот человек получает в этом году и такой полис 10 лет назад, то 10 лет назад там покрытие было намного серьезнее. Это чисто потому, что инфляции в сфере медицины в среднем за год где-то 4-5 процентов минимум. То есть наши чиновники получают меньше вот этих медицинских услуг, просто закона. Так получается, либо они сами доплачивают. Такой, может быть, вопрос, который, наверное, у многих возникает у тех, у кого есть такая медицинская страховка, о ком работодатель, можно считать, позаботился. Но вот мы знаем, что если проводить параллели там с ОЦТой или КАСКО, там мы видим, что если человек, там, не знаю, прилежный водитель, и он эту страховку, условно говоря, не использует, если так это можно выразиться, то у него накапливаются вот эти какие-то определенные бонусные пункты. Что касается медицинской страховки, потому что ведь совсем не сказано, что если у человека есть страховка, он обязательно будет по полной программе ее использовать. Здоров и слава богу. То есть за него работодатель заплатил, год прошел, он практически ее там не использовал. Ну, не знаю, может быть, пошел, так сказать, там на гигиену зубов, там, знаете, там тоже есть такие страховки, включается. Есть ли там какие-то бонусные или обычно это не практикуется? Обычно это не практикуется, может быть, у кого-то есть, не знаю, но… Так в целом я не слышал. В целом я не слышал таких вещей. С другой стороны, если посмотреть, конечно, что если этот полис используется, скажем так, на полную, если так можно выразить, на полную катушку, то, наверное, работодатель в следующем году будет платить больше за такое же покрытие. Но то, что там накапливаются какие-то бонусы, ну, пока не слышал. Может быть, никто из страховых компаний еще такое не придумал. А надо бы. Ну, мне так кажется, если кто-то ведет здоровый образ жизни и как раз заботится о своем здоровье, то может быть… Да, потому что если смотреть на мировую практику, то есть там интересные такие аналоги, скажем так, по-моему, в Австралии, в Новой Зеландии есть страховые общества, которые фокусируются на страховании жизни и на страховании жизни тех людей, которые ходят на фитнес-центры и занимаются, скажем, физически… В США там тоже поощряются, если ты там… И они как бы специфически вот на тот сегмент и работают, продают страховку жизни на тот сегмент. Ну, наверное, неплохой способ, то есть поощрять людей, чтобы они занимались спортом и физкультурой и были здоровыми. Меньше болели, да. И меньше болели, да. По поводу вот еще государственных служащих и, в частности, должностных лиц, высших должностных лиц, существует ли какая-то, может быть, вам известно, например, министры, у них вот какая-то золотая или бриллиантовая страховка, у президента там как-то повыше или неизвестно? Ну, может быть, они что-то там получше покупают, но в среднем, я бы сказала, все сотрудники министерства… Независимо от… Независимо от уровня, у них вот эти 213 евро и ничего золотого или бриллиантового там не замечали. Ну, может быть, есть у кого-то, не знаю, но… По закону не должно быть. Нет, они могут это приобретать, но тогда, конечно, вот министерство или канцелярия президента будет оплачивать налог на эту страховку, но в среднем я бы таких вещей не замечал. Да, ну, видимо, самое… Хотя, может быть, и надо было, потому что работа у них, ну, я бы сказал… Нервная, прямо скажем, да. Ну, собачья. Повышенные риски. Да. Очень. Вот, наверное, самое распространенное веще страховки, это, понятно, обязательно, но отста… Вот, как и вы, тенденции вот в этом году, будет ли рост цен? Потому что в прошлом году мы видели, что все-таки стали дороже вот эти обязательные страхования ответственности автовладельцев. Я бы сказал даже так, это был 2018 год, когда был подъем цены ОЦТА, поднимались цены, и если смотреть на прошлый, на 2019 год, то мы видим по этим предварительным цифрам 11 месяцев, мы видим даже то, что сборы премий по ОЦТА немножко упались в сравнении с 2018 годом, и это несмотря даже на то, что количество транспортных средств немножко росло. Росло, да. То есть, похоже, что цены ОЦТА немножко после этого подъема 2018 года, в 2019, скажем, начали немножко приземляться или, может быть, даже пойти вниз, ну, там, нескольких процентов. Но я бы сказал так, на этот год, на 2020 год, если ничего в законодательстве не изменится и, как бы, ничего не намекается, что в этом году что-то по налогообложению, что-то серьезных изменений никаких нет, налоговую систему будет ревидировать в этом году, и что-то изменится, наверное, с 2021 года, но никаких таких предпосылок для того, чтобы цены либо быстро росли, либо куда-то глубоко падали, я не вижу. Куда цены пойдут, трудно сказать, конкуренция на рынке серьезная, 8-9 игроков, и что с этим произойдет, трудно сказать. Но предпосылок для того, чтобы цены либо резко пошли вверх, либо резко пошли вниз, ну, я таких не вижу. Потому что ОЦТА очень серьезно связано с двумя отраслями, это автосервис и одна вещь, и вторая – это медицина по человеческой части. Если там никаких очень серьезных изменений нету и не предвидится в этом году, вроде таких нет, то и цены ОЦТА должны быть более-менее стабильны. Для кого-то может и поднимет, для кого-то упадет, но в среднем я больших изменений, предпосылок для этого не вижу, скажем так. Что касается КАСКО, которая тоже связана, естественно, с автомобилями чаще всего, вот каковы там тенденции, насколько хорошо взаимодействуют страховые компании, служба безопасности с правоохранительными органами, если мы говорим о краже автомобиля, потому что, да, если автомобиль застрахован КАСКО, вроде бы владелец меньше переживает, у меня там есть несколько знакомых, которые в прошлом году угнали машину, но они все равно сказали, что нам жалко машину, дело даже не в том, что мы там застрахованы, это КАСКО, да, Ну, у одного там была даже такая ситуация, такая трагическая, он собирался, у него был день рождения, он собирался лететь там отдыхать, и там оставил документы, паспорт, ну, ночью, да, так сказать, и, в общем, опечален был этим, хотя у него там была КАСКО. Насколько вообще взаимодействие с правоохранительными органами, насколько удается эту машину обнаружить, чаще всего, по-моему, нет? Часть всего нет, да, но надо сказать так, что взаимодействие с полицией довольно хорошее, я бы сказал, действительно хорошее, и если мы смотрим на эти тенденции в прошлом году, на кражи, что, в принципе, был спад, то есть крали меньше, если сравнить с 2018 годом, и спад был где-то на процентов 30-40 даже. Много, да. Много, это хорошая цифра, и если так подумать, почему это, это всегда, как бы, идет такая синусаида, в один год лучше, в другой год что-то изменяется. Но это, наверное, скажем так, это постоянная гонка между теми, которые придумывают какие-то средства для, чтобы противогонные средства, и тех, которые эти средства взламывают и угоняют машины. Это одна часть, вторая часть, это то, что полиция в прошлом году в сотрудничестве с эстонцами и с литовцами и с белорусами взяли парочку компаний, и сейчас эта парочка компаний сидит и ждет суда, или уже получили свои сроки. То есть, если вот эти компании будут там 2-3-4 года отсидят, выйдет кто-то другой. И, ну, вот это такая постоянная гонка между разными вещами. Технические средства, человеческие, человеки, как с ними там, кто выходит, кто заходит, и кто чем занимается. Есть ли спрос на такие машины тоже, и если сравнить, скажем, я помню, лет 10 назад почти все угнанные машины уходили, скажем, там, в восточное направление, то сейчас латвийские машины иногда находятся, краденные в Латвии находятся, скажем, даже в Швеции, даже в Испании. В этих довольно состоятельных странах. Да, в очень состоятельных странах, и нет такого, чтобы эти машины, как, не знаю, 90% уходило бы на восток. Нет, такого нет. Сейчас машины уходят в разные стороны, и это то, что поменялось. А как же их удается зарегистрировать? Потому что нет такого полного обмена данных? Нет полного обмена данных. Над этим Европа еще работает. То есть наша база, ЦСДД, она не на 100% связана, скажем, с базой там... В Испании или Швеции, да? В Испании или, не знаю, в Германии. С этими базами. И, к тому же, у некоторых стран, например, в Германии, нет такой общей базы даже. У них разные базы данных по разным регионам, или как у них там, Bundesländer называется. То есть наша база, ЦСДД, или наша база общая по Латвии, это хорошие вещи, сразу там все можно обнаружить. То есть есть там некоторые тенденции, и если сравнивать, скажем, на те марки, которые крадутся, то там больших изменений нет. Изменений нет. Там BMW, Lexus, Land Cruiser, как крались, то как были в топе кражены... Первая тройка, да? Да, так они там и стоят. Ну, там определенные модели, видимо. Ну, там что-то поменяется иногда, но, в принципе, они там стоят постоянно в топе. Если смотреть на прошлый год, то меньше крались такие машины, которые начали скрасть там год, два, три года назад, как Hyundai, Kia. Корейские. Да, корейские модели. Их меньше стали брать. Их меньше стали брать. Но это тоже, наверное, зависит от спроса. Видимо, это под заказ делается, да? Я так понимаю. Ну, всегда эти машины уходят на две вещи. Либо эта машина в целостности куда-то уходит. Видимо, на разборку. Либо на разборку. И если смотреть на разборку, то иногда там мы видели случаи, что, скажем, в Риге крадется машина ночью, на следующий день она в Литве уже в каком-то ангаре уже разобрана, уже в пакетах, уже готова к рассылке, как запчасти. То есть, там эта вещь тоже очень функциональна, и там отлажена, система отлажена, и все очень хорошо работает. То есть, если полиции удается взять людей, либо как-то прикрыть немножко серый рынок запчастей, то сразу это чувствуется. Если этот рынок не удается как-то охладить, то сразу это чувствуется на кражах. Больше крадут. Но, в принципе, я бы сказал, в прошлый год был в сотрудничестве с полицией хорошие. Главным образом они крадут новые машины, да? Главным образом новые, но, я бы сказал, до 10 лет новые, они как бы в целостности куда-то уходят. на запчасти, то это можно быть и 8-летняя, и 10-летняя машина тоже на запчасти уходят. А крадут ли еще, ну, знаем, что какое-то там время назад было, снимались, например, зеркала, стекла? Это тоже, знаете, как синусаида. Да, но это был бич одно время. Как кого-то берет, то посадит его на какое-то время меньше крадется, потом опять больше крадется. Но все равно это существует. Существует, но... Фонари в определенных машинах, да? Да, в определенных машинах, но немножко меньше, стало немножко спокойнее. Это тоже, наверное, связано и с экономической ситуацией, чем хуже экономической ситуации, тем больше крадется. Ну, там куча разных факторов работа полиции, экономикой и так далее. Вы вот упомянули перчатки забытые в машине. Я знаю, что бывает там на Facebook социальные сессии сейчас достаточно часто и пишут, например, что компьютер остался с какими-то фотографиями там важными. Пожалуйста, машину не нужно, только верните компьютер. К вам обращаются с такими вот, что вот есть что-то такое ценное, что как-то по вашим каналам, не знаю, поискать? Нет, ну, скажем так, очень редко обращаются, потому что эти каналы, они могут работать, могут не работать, потому что полиция делает свою работу, если страховые компании как-то могут помочь, они как-то помогают, но, в принципе, это работа полиции. Если там ушли дорогие любимые перчатки, но, к сожалению, они уходят. Но были случаи, когда отдавали, были случаи, когда женские сумочки где-то оставляли, приезжайте, тогда заберите и так далее. То есть, были, но это очень редко, обычно никто на это не смотрит, и эти перчатки или компьютеры, он тоже автоматом куда-то уходит. Вы сказали о 8-9 игроках на рынке, если можете, чуть характеризуете, какой сейчас рынок страхования? Это рисковой рынок 8-9, потом еще существует 6 страховых компаний по страхованию жизни. А что-то поменялось за последние годы? Да, немножко менялось. То, что меняется, что последние, скажем, 5 лет заход на Балтийский рынок делает такая Вена Иншуренс Групп из Австрии, они купили здесь. Это крупная компания. Это крупный, крупный, крупный австрийский концерн, который работает на половину Европы. И у них здесь несколько брендов, и они купили здесь несколько компаний. Они создали сначала свой филиал под названием Компенса, потом они купили здесь БТА, и сейчас они тоже в процессе покупки еще одной компании, и это было, по-моему, публично, что они покупают компанию с Сезом, то есть они купили... То есть, в принципе, им интересен этот рынок, да? Да, они купили Балтикумс, Балтикумс они уже слили из БТА в прошлом и позапрошлом году, то есть количество компаний у нас немножко уменьшилось, у рисковых компаний ушел Балтикумс, и сейчас вопрос, как будет сливаться с Сезом, и останется ли бренд с Сезом, или не останется. Вы сказали рисковые, да, может, несколько слов, что это значит для тех, кто не специалист? Да, рисковые компании это те, которые страхуют, ну, вот, железо, имущество, машины, и так далее, и из таких человеческих видов страхования, рисковые компании имеют право страховать людей, против выезжающих за рубеж, медицинское страхование, страхование здоровья, или страхование несчастных случаев. Потом имеется шесть компаний по страхованию жизни, и эти компании страхуют, скажем, накопительное или рисковое страхование жизни. И компания по страхованию жизни тоже имеет право страховать здоровье, скажем, или несчастные случаи. То есть есть несколько видов, которые могут быть и там, и там, но если так грубо сказать, что рисковые компании это страхует имущество, и машины, и страхование жизни страхует людей, скажем, больше людей, то есть страхование жизни. Вы сказали заход на Балтийский рынок, то есть получается, что, в общем-то, наверное, невыгодно заниматься страхованием только в Латвии, или только в Литве, или только в Эстонии, это, скорее всего, такая сеть по всем странам Балтии. Так и есть, да. Если сравнить, скажем, лет 10-15 назад, то была еще ситуация такова, что можно было находить компании, которые работают только в одной прибалтийской стране, то сейчас, в принципе, 90% компаний работает по всей Прибалтике. Есть некоторые компании, скажем, которые чисто на латвийском рынке работают. У нас такая одна страховая компания по рисковому виду и одна по страхованию жизни. Все остальные, если смотреть на любой бренд, они все работают по всей Прибалтике. Это чисто европейский подход для компаний. В Латвии маленький рынок, конечно. Да, рынок у нас, как один Мюнхен, ну вот такой у нас рынок. И, в принципе, эти компании, если не работают, то они работают по всей Прибалтике. Но есть латвийские компании, которые работают, да? Есть у нас две такие по страхованию жизни. Это страховая компания жизни, которая принадлежит Цитаделы Банк, называется ЦБЛ Лайф. И в рисковой части это Балты и Сабдрош Нашанс, нам сели Банк, которые местный капитал, и которые работают только на латвийском рынке. А есть латвийские компании, которые работают по всей Балтии? Или это больше... Нет, просто ты считаешь, что это литовцы всегда больше. Нет, нет, нет. Если мы так сравниваем, то есть, конечно, где эти прибалтийские главные конторы сидят, то часть из них сидят зарегистрированы, скажем, в Эстонии, часть в Литве и часть в Латвии. И, ну, если изначально была, может быть, такова тенденция, что больше эти иностранцы, скажем, регистрировали свои балтийские главные конторы в Эстонии, то последняя, как мы ее называем, балтизация произошла только что. И страхование жизни компании Себлайф, которая принадлежит Себбанку, она выбрала, хорошо, что выбрала, как главную контору прибалтийскую в Риге, то есть у нас здесь. То есть в разных странах кто-то сидит зарегистрировался в Эстонии, кто-то в Литве, кто-то в Латвии, и тогда работает уже на всю Прибалтику. Есть у нас одна компания, которая довольно специфическая, называется Балтия, она регистрирована в Латвии и отсюда работает, но работает, по большому счету, не в Прибалтике, но работает, скажем, в Польше, в Германии, в тех странах, но пока еще в очень малом объеме на Балтийском рынке. Но посмотрим, может быть, будут здесь тоже работать. Будем принимать звонки, одевайте, пожалуйста, наушники. Доброе утро, слушаем вас. Пожалуйста. Доброе утро. Да, ну... Передумал человек. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Если вы вот прямо сейчас наберете номер, то еще успеете. Если нет, то будем мы уже заканчивать, потому что время у нас тоже... Да, может быть, такой вопрос с самого начала. Вы там упомянули юридические лица. Какие особенности страхования юридических лиц? Ну, понятно, что вот там недвижимость, что еще вообще страхуется? Можно ли в Латвии застраховать какие-то коммерческие риски? Да, конечно. Если смотреть, что под собой, скажем так, подразумевает коммерческие риски. Но если мы смотрим на юридические лица как таковы, то там, конечно, есть специфические виды страхований, которые на физлица мало относятся. То есть страхование грузов, страхование, не знаю, самолетов, кораблей, страхование перерыва производства. То есть такие виды, как перерыв производства. Или страхование ответственности продуктов и так далее. Ну, это для физлиц, это мало о чем говорят, но для юридических лиц это очень важно. Особенно, если они работают на экспорт, они страхуют грузы, они страхуют... Если они владельцы кораблей, то они свои корабли страхуют, ответственность перевозчика. Там куча всяких очень специфических и разных продуктов по страхованию. Ну и, в принципе, если мы так смотрим на страховой рынок, он где-то 50 на 50 делится между физлицами и юридическими лицами. И, в принципе, то, что мы чувствуем, что в последние годы довольно хороший прирост на стороне физлиц. То есть физические лица чувствуют себя чисто экономически довольно хорошо, и там есть какой-то прирост. Последний вопрос, поддерживает ли страховая отрасль вот такие виды страховки, как страхование гражданской правовой ответственности чиновников, ну, госслужащих, да, и медиков? Об этом давно уже ведется дискуссия. Насчет медиков это легче ответить. Был такой вид страхования, он был довольно серьезным и большим, но тогда государство лет 7-8, решило, что, по крайней мере, те медики, которые в Латвии, то они должны покупать минимальную страховку. Есть такой фонд, как он называется, Абдрошна, да, он находится в ведении НВД, Национальная связь с ЛИПС Диэнос, это есть такой фонд, который там платит за ошибки врачей. Да, такая вещь есть. И, в принципе, большинство врачей и здравоохранительных заведений там и эту страховку покупает. Но есть такие заведения, которые, скажем, негосударственные, которые покупают сумму выше этого. То есть сначала они покупают там у НВД, а потом, если они экспортируют свои услуги, услуги или что-то другое, они покупают еще свыше. То есть такой вид существует, но он невелик. Насчет ошибок госслужащих, скажем так, есть такой вид страхований, да, который на английском называется Directors and Officers Liability Insurance. Я даже не знаю, как на русском его перевести. Ну, ответственность. Ответственность, да. Но он больше распространен, скажем так, в тех случаях, когда компания публичная, то есть котируется на бирже, и тогда руководство компании уже покупает для себя такой вид страхований, чтобы отвечать перед это огромным количеством владельцев. В Латвии такие полисы тоже выдаются, их немного. Больше эти полисы, если смотреть на государственную часть, покупаются государственными, не учреждениями, как министерство и так далее, но больше как предприятие, скажем там, Латвия Энерго, Латвия Исвальс, Мейжи. Вот, скажем, в таких случаях эти полисы покупаются, но как министерство или как там Рига с Дуоми, или что-то, самоуправление, там такого нет. Это больше как чисто на предприятии. Председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств, а также президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Сабашинс был у нас в студии. Спасибо большое, что все рассказали. Надеемся, что кто-то задумается о своей безопасности. Даже в рождественское время. Да, спасибо вам большое, всего хорошего.